Такой вот вопрос возник к концу урока, он уже практически подходит к концу. Вот есть большой этап Песах, который особен в этом году. Есть периоды, или каждый отрывок рассказывает с вашими комментариями про каждое свойство, которое больше или меньше, про Моша, про народ Израиль. А есть также, вот вы говорили, что вы также готовитесь к каждому уроку. И вот должны ли мы к концу урока тоже через вас, через объединение в десятки ощущателей найти как бы то, что вы подготавливали, каждую дозу, которую вы подготавливаете для своих учеников, также распознавать или чувственно, или в конце урока каким-то образом? Я скажу тебе, что я делаю. Кроме того, что между вами есть десятки, в которых вы объединяетесь, необходимо читать учебный материал. Материал, который мы здесь даём, просто необходимо знать это практически наизусть. Это главное. Он входит. Он осядет в разуме, в памяти, в чувствах. Он пробуждает свет, возвращающий к источнику. Пробуждает связь между вами, потому что есть общий материал. Связь с Рабашем, который написал этот материал. Через Рабаша связь с Творцом. И так мы должны впитывать материал. Как можно больше читать и читать и читать эти вещи. Я знаком с людьми, которые даже не знают иврита. И всё-таки стараются читать на иврите. Перевод ищут каждого слова. Потому что чувствуют, что это каким-то образом больше на них воздействует. И это правильно. То есть вот вы часто тоже повторяете, прожевываете урок в течение дня. Вот это и называется с источниками связано. Работать, прожевывать, каждое слово выяснять. Верно. Верно.